Радио Болтком Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Профессор доктора медицины, член правления ВЦА Алексей Деров у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот такая ситуация, когда ты говоришь добрый день, всегда думаешь, действительно ли он добрый, с учетом вот тех страшных новостей, которые у нас происходят. Но вот кроме вот этих неотложных случаев, с которыми, естественно, пытается справляться вот эта служба неотложной помощи, наши круглосуточные университетские клиники, я думаю, что все понимают, что есть у нас еще тысячи других заболеваний, с которыми люди сталкиваются. И сейчас, когда больницы объявили вчера, что они фактически прекращают плановую помощь, потому что им нужно как-то решить вопрос с дополнительными местами для больных ковидом, то, конечно, все сразу, наверное, я так понимаю, что Минздрав тоже обратил внимание на негосударственную медицину, ну или частную, называйте, как хотите, где тоже есть прекрасные специалисты, есть возможность поправить здоровье, получить консультацию, пройти обследование и так далее. Что сейчас вот происходит, может быть, на примере ВЦА и вообще вашей практики, что сейчас вот происходит, много ли запущенных случаев, насколько вообще сейчас пациенты обращаются к врачу, может быть, многих запугали, что ковид лучше сидеть дома, к медикам не идти. Ну, тут на самом деле масса факторов, которые на весь этот процесс повлияли. Будем реалистами, ковид нам всем надоел. И он, к сожалению, кроме медицинской окраски принял еще очень сильно политизированную окраску, да, и поэтому зачастую мы не всегда сами понимаем и очень быстро стараемся приспособиться к реалиям нашего этого самого. Такое впечатление, что время перемен у нас не закончилось с 91-го года, оно продолжается и постоянно все происходит. Даже когда нам говоришь, что, ну вот, там, не знаю, первая волна, вторая, потом как-то этот вирус от нас уйдет, как мы видим, он не уходит. Не уходит, да, он пока не планирует, ему все нравится, с нами ему интересно, и это будет еще продолжаться какое-то время обязательно. Что касается, конечно, медицины, медицинский сектор действительно перегружен. Проблема именно в том, что перегружен даже, скажем так, за счет именно тяжелых пациентов, да, то есть, которые требуют какое-то очень серьезное вмешательство. Но, как вы правильно заметили, у нас еще есть целая когорта других людей, кроме ковида, и существует масса других заболеваний. Ну, как мы знаем, вроде бы не останавливается онкология, не останавливаются другие процессы, которые важны, но кроме этого еще и другие все равно процессы существуют, другие заболевания, которые нужно как-то помогать, как-то решать, что-то нужно делать, да. Поэтому мы, естественно, в рамках ВЦА, конечно же, тоже откликнулись на сообщения Минздрава о возможностях, что мы можем делать, каким образом мы можем помочь. И у нас есть, естественно, достаточно серьезный развитый как амбулаторный сектор. И тут надо, конечно, понимать, очень много пациентов действительно на данном этапе, они вообще во всем мире, да, то есть, медицина очень сильно сдвинулась из стационара именно в рамках амбулатории и дневного стационара, да. И очень многие операции сейчас проводят в условиях дневного стационара и так далее, и так далее. И, соответственно, вот ВЦА один из таких позитивных примеров, когда мы можем совместить и амбулаторную часть, и дневной стационар, и в данном случае, если мы говорим про стационарную помощь, это вот как раз клиникаева, да, то есть, где мы проводим различные плановые операции, да. То есть, естественно, в рамках разумного мы будем стараться помочь. Конечно, до этого у нас не было так, что она стояла пустая, естественно, происходили, естественно, манипуляции, операции и так далее, да, но в рамках разумного будем пытаться помочь, вызыскивать какие-то возможности, чтобы расширить возможную эту помощь. Да, поскольку, я думаю, что многие радиослушатели в курсе, все-таки ваша такая основная специализация связана с гастроэнтерологией, да, и вот какие тенденции вы сейчас наблюдаете, потому что кто-то может сказать, что у нас были вот эти все периоды, как их называют, вот этого самоизоляции или сидения дома, и вроде бы можно как-то сбалансировать рацион, потому что, ну, зачастую, когда вот многие люди, вот многие профессии бегают, там что-то перехватывают на лету, где-то в кафе, а так вроде дома кушаешь у компьютера, работаешь, да, и делаешь вид, добавляешь вес, кстати, еще одна проблема, да. Вот вы наблюдаете какие-то, может быть, специфические обострения, вот какие-то заболевания гастроэнтерального, да, вот, может быть, несколько слов об этом? – Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что часть людей действительно на каком-то определенном этапе была сильно запугана, и это больше, наверное, касается людей старшего возраста, и многие из них действительно не приезжали на приемы, даже те, которые с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые нужны на постоянный уход, они старались максимально, если это возможно, дистанционно, по телефону, как-то что-то, да. Естественно, это вызвало определенный всплеск потом обострений хронического рода. Естественно, мы должны понимать, что, ну, вообще, если мы говорим про гастроэнтерологию, это даже не потому, что я гастроэнтеролог, но, в принципе, гастроэнтерология – это одна из самых таких сложных, тяжелых и обширных составляющих терапевтического профиля, да, то есть внутренних заболеваний. И, в принципе, она влияет на все органы системы, это главный иммунологический орган, кстати, который отвечает за иммунитет. О чем многие даже не подозревают. Не подозревают, да. Он влияет на сердечно-сосудистую систему напрямую, он влияет на головной мозг, соответственно, когнитивные различные функции, то есть там очень действительно большой широкий спектр. Естественно, многие проблемы, они сочетаны, да, то есть они не обязательно, как бы мы их видим, что вот они ровно-ровно, только чистенько гастроэнтерологии, да, они зачастую обрастают. Но вообще люди живые, они приходят со своими различными проблемами, и мы стараемся все-таки… Ну, надо понимать, что мы лечим не заболевания, а мы лечим пациента, да, со всеми его проблемами. Вот это правда. И, в принципе, если мы говорим, опять же, в рамках ковида, надо понимать, что все еще, мало того, что были все эти сложные моменты, кто-то, конечно, нашел себя в рамках этой изоляции, кто-то нет. Стрессы, потери работы, изменения, как будут дети, куда будем родителей, как, что мы сами между собой, где мы будем жить, как мы будем ехать. И, кстати, лишний вес тоже иногда со стрессом напрямую связан. Абсолютно, да. И, соответственно, это обострило различные заболевания, которые… Кишечный тракт вообще он очень чувствительный в плане рамках стресса, да, то есть он может влиять и со стулом в различные проблемы, и с животом болит, не болит, и сжоги, ожирение, добавляем вес. А иногда даже человек взялывается на бессонницу, а выясняется, что его беспокоят как раз вот всякие там кишечные расстройства. И кишечные, и рефлюкс, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это постоянный как бы наш вот контингент пациентов. И это не обязательно, что вот как некоторые принято считать, ну, раз он так и пришел, у него там в голове, с головой не в порядке. На самом деле нет, это все достаточно имеет определенную основу под собой, да. И второй момент – это пациенты, которые переболели ковидом, да. То есть, как бы нам казалось, ну, вроде бы, ну, вирус и вирус, ну, большинство переболевает все равно легко. То есть, при этом мы с общей смертностью по всему миру смотрим, ну, а на сколько там, пару процентов буквально, да, если мы вообще всех экстраполируем все эти случаи, да. Вроде бы, ну, опять же, как мы к этому относимся? Все говорит мало, кто-то говорит много, ну, то есть, это такой субъективный достаточно момент. Но, действительно, у многих пациентов, которые переболели, у них действительно длительный период восстановления. И зачастую один из ударов, который ковид наносит, он наносит по желудочно-кишечному тракту. Не только как по сердечно-сосудистой системе, как многие полагают, но и по… Нет, нет. И, действительно, это влияет, он влияет на печень. Сейчас как раз у нас была очень интересная тоже публикация. Именно связано ковид и печень, да. И это кишечник, это много, действительно, пациентов. У тех, которые приходят, они говорят, у меня в жизни такого никогда не было. И у них меняется, либо появляются дополнительные боли, либо какие-то сильные дискомфорты, изменения, опять же, стула, изменения какого-то в пищеварении как такового. И, кстати, вкус тоже может долго не возвращаться. Вот нормальные ощущения. И вкус, и запах, и так далее, что тоже, в принципе, может влиять. Ведь многие, возможно, из этих симптомов, они не настолько страшные, как они сильно понижают качество жизни у пациента. И, в принципе, мы тоже должны с этим считаться, и должны пациенту стараться помочь. А не так, что ну ладно, он поживет, ну будет лучше со временем. То есть надо все равно пытаться какой-то общий язык с человеком найти. Это, кстати, очень важное замечание, потому что иногда вот есть такое представление, типа жизнь не украшает, ну ничего, потерпи. А вот случайно человек должен терпеть, если это вызывает у него психоэмоциональный, не только дискомфорт. Да, но опять же мы понимаем, что психоэмоциональный дискомфорт уйдет за собой уже изменение другого рода. То есть, опять же, и желудочно-кишечный тракт, и сердце начинает, может, сбоить, и легкие дышать по-другому, и кашель зачастую на фоне стресса появляется какой-то необычный. Там масса симптомов, на самом деле. Поэтому, опять же, возвращаясь к самому началу, стараться надо все-таки лечить не заболевание, а именно человека, со всеми его сопутствующими проблемами и его образом жизни. Легко, конечно, сказать, вам надо поменять образ жизни, меньше работаем, меньше стрессуем, делаем так и так и так. Но насколько это реально, то есть в практике, мы будем понимать, я понимаю, что, в общем-то, это несколько людей, которые, может быть, кардинально могут изменить свою жизнь. Многие стараются подстраиваться, и надо входить в эту ситуацию, и что-то точечно пытаться нащупать, поменять, как-то договориться. И, в принципе, кстати, в рамках ковида ВЦА была одной из первых, которая начала именно серьезную реабилитационную программу для пациентов, которые перенесли ковид. То есть, фактически есть такая реабилитационная программа. Да, и, опять же, мы фокусируемся не обязательно только на легкие. Конечно, легкие достаточно тяжело могут быть поражены, и после этого тяжелое восстановление. Но, опять же, мы стараемся смотреть на пациента в комплексе, и это и сердце, и желудочно-кишечный тракт, и в зависимости от ситуации мы подбираем под него индивидуальную программу. Во-первых, в начале мы оценили… Приглашаете консультантов по этим направлениям. Обязательно. Вначале мы, в принципе, определяем, насколько его можно сильно и как быстро мы можем его начать реабилитировать, потому что действительно бывают тяжелые случаи, когда, ну, скажем так, ну, сейчас еще надо месяц выждать, да, чтобы там по ситуации, да, а некоторых мы уже начинаем сразу же, да, и в зависимости от этого, в общем-то, это самое. Ну, в принципе, где-то месяц, наверное, проходит, да, реабилитация, вряд ли меньше, да? У кого как, очень индивидуально, у кого-то больше, у кого-то поменьше, кто-то может потом сам-то ему показал, объяснил, как и что, он дальше идет сам. Но один из важных нюансов, я говорю, почему я думаю, что мы на правильном пути, потому что многие сразу же так срисовали нашу программу, даже добавили в различные эти самые, особенно частники, да, то есть, ну, я думаю, что это позитивный как раз сигнал, то есть это, я веду к тому, что действительно дело востребованное, да, и про это очень часто не говорят. Да, но, может быть, в будущем, я понимаю, что частная медицина должна и зарабатывать, себя купать, и все понятно, да, но, возможно, в будущем государство, ну, хотелось бы верить, может быть, я наивный человек, начнет и как-то вот вкладываться в реабилитацию пациентов, в том числе… Что-то оно вкладывается, но, наверное, не в таких объемах, как бы нам бы всем хотелось, и не только частникам, я думаю, и госструктурам, это однозначно. Тут, я думаю, что мы неделим себя, отделяем от государства, в принципе, тут… Это общая медицинская проблема, на самом деле, да, то есть, COVID гораздо шире, чем мы привыкли на него смотреть, и чем, может быть, нам про него говорят, да? Да, ну, вот тоже интересно, вот говоря, действительно, ну, так я ее называю, конечно, это очень условно, плановая помощь, хотя, что такое плановая, да, может быть, для многих пациентов вообще обидное слово, такой план, да, так сказать, у них есть свои проблемы, какие-то хронические заболевания, которые время от времени происходят рецидивы, и им надо, так сказать, оказывать эту помощь в таком повседневном режиме. Вот так объективно, может быть, на примере ВЦА, понятно, что вы за всю частную медицину не можете говорить, чтобы вот ВЦА могло взять на себя вот в этих условиях, когда вот эти университетские клиники и даже вот клиники в провинции перегружены. Вот что? Я сейчас, понятно, что это речь не идет о неотложных случаях, там, угрожающих жизни, где нужна интенсивная терапия, ИВЛ и так далее, не дай бог, да, ВЦА с учетом ваших возможностей, к примеру. Ну, опять же, не только что может взять, а что мы уже берем, да, то есть, в принципе, мы видим, что поток амбулаторный определенный увеличился, да, в определенных каких-то сегментах, у нас очень серьезная радиологическая помощь, да, то есть, это и компьютер томографии, это магнитный резонанс, это… Практически все обследования современные. Практически все обследования, да, это очень серьезно развито эндоскопические обслуживания, это, как я уже сказал, хирургические различные направления, там и гинекология, там и абдоминальная хирургия, это и протезирование, это суставы, то есть, различные операции именно с этим делом связаны, да, это лор-помощь, то есть, опять же, конечно, надо смотреть, насколько острый пациент, насколько ему буквально вот сейчас надо оказывать помощь, да, и это вот такой важный нюанс к пониманию. В принципе, все остальное мы стараемся делать, ну, опять же, в рамках, в рамках именно своих технических и ресурсных возможностей. Да, ну, я так понимаю, что есть и хирургическая клиника, где какие-то определенные операции могут сделать, да. И, понимаете, у нас еще есть различные дневные стационары, что-то мы можем делать малоинвазивно, да, и, соответственно, да, и, соответственно, это тоже очень такой востребованный вариант, что-то надо делать более инвазивно, для этого вот есть Айва, который уже более такой широкоспектрный подход, да, и дневные стационары тоже разбросаны по нашим некоторым медицинским центрам, да, доступны, то есть, ну, доступны, опять же, имея в виду наличие каких-то чередей, Тем более, что сеть, я так понимаю, у вас довольно большая по всей стране по существу, да. Да, 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 да. И, насколько я понимаю, в ЭЦИАТе есть все свое, да, и пункты вакцинации, и лаборатории, да. Да, да, и это надо понимать, что, в принципе, чем мы, может быть, выгодно отличаемся от некоторых других на рынке именно тем, что, действительно, мы можем зачастую от А до Я обеспечить весь этот процесс, от обследования до консультации, до диагноза, да, и лечения, соответственно, если нужна различная помощь. Вот, возвращаясь, наверное, к теме, близкой вам, гастроэнтерологии, вот, наверное, часто вам пациенты говорят, что, ну, вот, у нас 21 век, очень многие направления медицины шагнули вперед, а я должен глотать, я сейчас народным языком буду говорить, ненаучным эту кобру. Нельзя ли как-то вот сделать так, чтобы это было, ну, более комфортно, да. Я сейчас, кто-то может сказать, ну, пожалуйста, езжи сейчас услуги под анестезией и всё это делать, да, где вы там проснётесь, а уже вас обследовали, да. Ну, вот, действительно, были же отдельные вот наработки научные, где всё-таки как-то без кобры обходились или другие способы? Ну, видите, я думаю, что кобра со времён Советского Союза, будем реализовывать, так же, как и стоматологии, осталась одна из таких стигмат, серьёзных, которые, в общем-то, действительно влияют на людей психологически больше, да, не столько, сколько это на самом деле страшно. Во многих местах, где мы делаем, доступно, действительно, как вы правильно сказали, анестезия, общая анестезия, локальная анестезия, ты можешь просто подремать лихонечко, ты можешь действительно заснуть. Зачастую, например, если пациент идёт на две эндоскопии, что ему очень удобно, да, то есть мы сразу смотрим и вверх, и низ, и кишечник, и вверх, за один раз, и всё, и он уже абсолютно полностью доволен с одним наркозом, получается, да, то есть это очень удобно. Что нужно понимать? Чем отличается, вот почему эта кобра, вот мы всё время, как вы говорите, сильно на них настаиваем зачастую, желудок весь в складочках, кишечник толстый, особенно, тоже в складочках, нам надо его раздувать, поэтому зачастую все эти капсулы и так далее, и так далее, то есть они задуманы для каких-то определённых, например, для сегмента тонкого кишечника, да, но в принципе, если мы действительно хотим посмотреть вверх детально, ничего не пропустив, и низ, нам нужно делать эту эндоскопию. Кроме того, надо понимать, что зачастую, чтобы поставить правильный диагноз, нам нужно взять образцы тканей, и, соответственно, это можно делать только в рамках кобры. Биопсия. Да, биопсия, да. Соответственно, мы их обследуем, дальше смотрим, что там получается, и в зависимости от этого как раз более точное и правильное лечение назначается, оцениваются риски, потенциальные риски онкологических процессов и так далее, и так далее. То есть это вот крайне важно, да, поэтому некоторые позиции избежать нельзя, но главное, что я хочу почитать, что медицина шагнула настолько дальше, что это делается комфортно, то есть с позитивом для пациента. Пришёл, отдохнул, от работы отключился, поспал, всё, встал, всё готово. Ну, естественно, надо готовиться. Можно и коньячка, да. Ну, это нет, это не наш случай, да, но, в принципе, стараемся делать максимально, я имею в виду, вот опять же, мы возвращаемся к качеству жизни, да, то есть это во всём мире, в общем-то, один из таких ключевых, ну, в западном мире, я бы сказал бы, да, медицина комфорта. Действительно, чтобы пациент страдал меньше, думал более позитивно, и это, соответственно, приводит к более лучшим результатам. Конечно же, нужно понимать, что, в общем-то, опять же, западная медицина, по большим позициям, она настроена на профилактику. Мы ещё так сильно к этому не подошли, да. Нам нужно понимать, чем больше мы вкладываем в профилактику, в диагностику, тем лучше будет результат, тем меньше нам нужно будет. Усложнение и так далее, да. Вот это тоже частая проблема, я думаю, что и ВЦА люди приходят с этими жалобами, многие уже к этому относятся как какой-то, знаете, как насмок. Ну, у меня гастрит, говорят они, так сказать, насколько здесь вот действительно важна своевременная помощь именно к специалисту, не просто пытаться всё решить за счёт, ну, я так утрирую, за счёт какого-то там коррекции питания. Я понимаю, что это тоже важно, но тем не менее. Ну, как мы знаем, у нас, в принципе, весь народ ориентируется замечательно в трёх вещах. Как воспитывать чужих детей, как управлять государством и как дезинфицировать и лечить заболевания. Да, это обычно... Тем более, Гугл нам в помощь. И Гугл, и Фейсбук, и социальные сети, в общем, всякие различные варианты. У нас столько примеров, что люди обмениваются лекарствами между собой. Мне помогло, тебе тоже поможет. Муж с женой обмениваются лекарствами от давления, соседи обмениваются лекарствами от другого чего-то, да. И зачастую этот путь приводит к тому, что человек пришёл к тому же запущенном состоянии, да. И в данном случае неважно, куда он пришёл, он просто пришёл ко врачу уже такой вот. Да, неважно, в какой филиал он пришёл, я имею в виду. И, конечно, этого же допускать нельзя. Если проблема какая-то продолжительная, и не надо пытаться её самолечением заниматься, пытаться искать какие-то разные советы и так далее, и, в принципе, нужно действительно искать своевременно всё-таки эту медицинскую помощь. Особенно, как иногда приходят пациенты и рассказывают, «Надо, доктор, я вообще правильно питаюсь и так далее, и так далее». То есть, у меня замечательная диета и так далее. Я говорю, я не знаю, что такое замечательная диета. Я вот за всё, сколько мы учились, сколько я работаю, я не знаю, что такое замечательная диета. Её не существует, нет уникальной диеты идеальной. Мы её подбираем под каждого человека, принимая внимание все его заболевания. Нет такой какой-то универсальной диеты. Да, и не средне-земноморская, которую там все фанатеют, не кета-диет, не ещё какие-то. Они работают в каких-то определённых рамках, ключевых условиях. Нельзя, мы так просто прочитал. О, мне это понравилось, вкусно, интересно, ну, дары моря, наверное, оливковое масло, да, то есть масса нюансов, на самом деле, которые зачастую пациент не учитывает и не может учесть в рамках всего этого самого. Ещё одна такая сложная проблема, в данном случае, я бы сказал бы, да, именно пищевые добавки. Зачастую их используют бесконтрольно. Ну, это же не лекарство, нам написано, пищевая добавка. Самое страшное, что зачастую пациенты об этом, если врач специально не спросит, они даже врачу об этом не говорят, ну, а зачем это, это же, ну, как бы, это часть, ну, это нормально же, это как бы естественный процесс. И одно дело, когда используются какие-то витамины, ну, допустим, С, да, ну, да, витамин, мы знаем, что это такой уже гормон, его надо использовать регулярно, да, в наших реалиях, но иногда приходят какие-то, я говорю, такие интересные показывают мне тюбики и баночки, да, и очень часто идут из Индии, проходят этот круг через Англию, там регистрируются, приходят к нам, да, и покупают в интернете и так далее. Люди, ну, люди, дигитализация, шагнули мы далеко, да, то есть, они могут, до врача далеко идти, я проще вот тут, всё, найду сам себе. И там стояли на травках, мы спрашивали индусов, они говорят, у нас такое общение, всё, мы не знаем, что такое, да, написано. То есть, и вот всякие вот такие различные варианты самолечения, конечно, могут довести до различных всяких сложностей, да, поэтому лучше, конечно, не экспериментировать вовремя, прийти к врачу и дальше определиться. Вот из другой области, ну, вот некто у нас есть заведение, которое называется, там, предлагает, типа, китайской или азиатской пищи, так вот, китайцы сказали, что, вы знаете, ну, мы бы это кушать не стали, у нас такого нет, я говорю, не знаю, как вы называете китайской пищей. Вот из этой же серии. Вот из этой же серии, да. Есть ещё другая, видите, когорта людей, они ещё не пациенты, они просто людям, просто у врачей проблемы, у нас такая есть тоже стигматизация, мы как бы делим всё сразу на пациентов или нет, да, но, в принципе, в данном случае я говорю про нормальных людей, здоровых, которые считают, что надо для здоровья улучшить. Да, как-то его простимулировать, добавить, а то ещё ковид на фоне, надо чего-то ещё дополнительно. И рецепты, начиная мёда с чесноком, термоядерных дозах, заканчивая, да, я говорю, различных добавок, которые вот… А поджелудочная железа мы не думаем. А ни о чём не думаете, я думаю, что, скорее всего, на тот момент они не знают, что такое поджелудочная железа, я думаю, те, которые, да, то есть… Если регулярный мёд с чесноком, то они не знают. А тогда я знаю, да, что это новое такое в их жизни. Это примерно, как говоришь, вот у вас машина, если есть, нормально едет, вы не будете вмешиваться в её режим? Они говорят, нет, не будем, я говорю, зачем в организм просто так залазить ради интереса? Вот как бы вот надо, наш народ хочет улучшить себя, а вдруг, да, вдруг его суперсила называется, знаете, Марвел. Надо укрепить иммунитет, и сразу укрепляют его так. Причём врачи, мы до сих пор не знаем, как правильно укреплять иммунитет, и нужно ли вообще его. Там есть отдельные, только вот отделённые пациенты с какими-то специфическими нюансами, когда что-то нужно, как это влияет, но поэтому это очень так. К вопросу, если мы говорим по поводу наших возможностей, что мы делаем ещё в рамках, например, общения с пациентом и так далее, мы шагнули дальше. В Даугавпилсе как раз мы открыли первый этот самый сателлитный докторат, и, да, и пациент может прийти к нам, красивые большие экраны, всё стоит, он может поделиться с врачом непосредственно, там всё сделано так, что он отделён от всего внешнего мира, и он только один на один с врачом, да, и, соответственно, чтобы, например, не ехать в Ригу, это, как мы понимаем, это 500 километров туда и обратно, это очень много времени. И зачастую бывает так, что пациент приезжает к врачу, к специалисту, а тот ему говорит, всё правильно, но нам надо сделать вот ещё это, это, это и вот это, и тогда я смогу дальше делать, это всё нормально, да. И, в принципе, это помогает также вот отрезать и убрать лишние какие-то проблемы, и пациент уже приезжает, если надо, да, уже как раз с готовыми своими анализами, и это облегчает всем жизнь. Да, вот тоже интересно, это, наверное, я думаю, для практики, вот ВЦА, наверное, тоже вы, я надеюсь, применяете, но вот один был такой известный, как мне рассказывает, что и семейный врач, ну, я так понимаю, что он, бывший наш соотечественник, уехал давно в Америку, или его ещё увидели, не знаю, но он довольно был известный в своём округе в Соединённых Штатах, семейный врач, да, очень успешный, когда говорили, ну, ты вот семейный врач, многие считают, ну, что там терапевт семейный, да, как у нас раньше был участковый, а как ты стал таким знаменитым, вот, там, от человека к человеку говорят, он говорит, а простой ответ, и он доставал свой блокнотик, ну, тогда ещё, видимо, этих телефонов не было наших смартфонов, он достал блокнотик, говорит, вот, что это, говорит, а это список телефонов специалистов, самое главное, вовремя человека направить к нужному специалисту, и действительно, все его говорили, ну, он сразу заметил, направил меня куда надо, мне оказали помощь, и так далее, наверное, это важно во всех случаях, да, вот, к вам приходят, когда вот семейный врач, я так понимаю, что и в САА тоже есть семейные врачи, которые там работают, что они понимают, что вот это их компетенция, а вот здесь уже нужно узкий специалист, да, ведь это тоже залог успеха. И когда специалист плюс-минус в твоей же системе, тебе легче всё это дело договориться, ты понимаешь, куда, что отправлять, как этот, все эти пути, логистика, скажем так, она ясна, и она, в общем-то, облегчает жизнь. Надо отметить, что многие специалисты у нас, в принципе, практикуют как в госструктурах, в больших больницах, так и, соответственно, у нас в частной медицине, что, на мой взгляд, очень позитивное явление, потому что, когда специалист сугубо амбулаторный в доктор, или сугубо стационарный врач, то, конечно, это полярности, да, если он совмещает и тот, и другой профиль, он действительно может оценить вот эти границы, в какой момент пациента куда лучше, что уже нужно делать, предпринять, или ещё мы спокойно делаем в рамках каких-то консервативных позиций. Да, вот если мы ещё говорим, допустим, об обращении к врачам, насколько, я понимаю, что вы, может быть, не делали какие-то специальные исследования, вы видите, что люди сейчас, ну, более активно пользуются этой медицинской страховкой, но у нас так, какая система устроена, что в основном и работодатели, да, то есть сами люди в редких случаях могут сами себе оформить страховку. Я знаю, что многие работодатели за последние годы пересмотрели свой подход и считают, что да, всё-таки надо, чтобы у работников была медицинская страховка, и их здоровье, это не только их дело. Я хочу, чтобы мои работники, ну, как бы полноценно работали. Ну, видите, тут надо понимать, что ещё эти полисы, они очень разные, да, то есть и бывают самые, ну, в кавычках, дешёвые полиса, которые оплачивают очень минимальные сегменты, есть те, которые более такие уже адвансированные, дорогие, да, и там они покрывают достаточно большой спектр. Не только пациентские взносы, да. Да, да, из серии. И поэтому, конечно, те пациенты, скажем так, те пациенты, которые застрахованы, более счастливы, потому что, действительно, если ты им назначаешь какой-то спектр обследований, то, соответственно, ему это всё позволить гораздо проще. И плюс, как мы знаем, всё-таки платная медицина, квотированные, платные, это отличается. Зачастую квоты уже все съедены, да, и вот никак, да, и, соответственно, тогда вот этот вариант, который как платный вариант, пациент попадает быстрее на диагностику, на какое-то специфическое лечение, то есть это да. Да, вот так бывает, что медики тоже, наверное, иногда оказываются в плену топовых заболеваний, если вообще это так уместно говорить. Ну, хорошо, сейчас у нас на повестке дня COVID, и зачастую, может быть, даже любое подкашливание чуть или, я понимаю, хорошо, пускай человек сделает тест для безопасности, да, но иногда бывает подкашивание и симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта. Не так? Да, да, да. В данном случае чаще всего мы говорим про вот так называемый рефлюкс, когда плохо работает дверь между пищеводом и желудком, она открывается или до конца не закрывается ввиду различных причин, да, и, соответственно, вот часть субстрата забрасывается наверх и раздражает. Думаю, проблема здесь чаще всего еще в том, что если, скажем так, там еще сопутствующие симптомы, изжога, там какие-то дискомфорты, пациент быстрее придет к врачу, легче диагностировать. Когда чистый кашель, да, зачастую это непонятно. У меня такие пациенты были, которые по 5-10 лет ходят с кашлем, да, и никто не может ничего поставить, пока вот наконец-то мы не разобрались. Да, уже все обследовали бронхи и легкие, вроде они не курят, то есть нельзя списать на бронхит курильщика, да. Да, 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 да. И вот только потом они попадают в гастроэнтерологу. Поэтому, конечно, опять же, то, что вы сказали, это вот разумный момент, когда у тебя есть блокнотик, и ты понимаешь, в какой момент кого куда надо послать, на всякий случай, чтобы вот, чтобы быстрее попасть к диагнозу, правильно? Ну, что касается вот опять-таки гастроэнтерологии, потому что мне кажется, что все-таки в Латвии это тоже бичи, разные заболевания именно вот желудочно-кишечного тракта. Не знаю, с чем это связано, действительно, с нашей быстросечной жизнью, когда все на бегу, что-то перехватил, может быть, климат как-то влияет, но тем не менее. Насколько сейчас вот появляются какие-то новые медикаменты в этой области, потому что в свое время мы там многие знали 2, 3, 4 на все случаи жизни. Что сейчас? Здесь фармакология тоже шагнула вперед именно в вашей области? Ну, я бы сказал, что фармакология шагнула вперед не в Латвии, а во всем мире. Да, я сейчас право весь мир говорю. И фактически то, что мы наблюдаем, в общем-то, мы должны понимать, что мы живем, во-первых, век аллергий, соответственно, это какие-то специфические изменения в желудочно-кишечном тракте, и век аутоиммунитета, который, в принципе, тоже, ну, какого-то относительно, как-то это можно завязать на аллергию, но это немножечко другая тут схема работает, да. Но это, например, классический вариант воспалительной заболевания кишечника, да, такой тяжелый бич, который знают особенно очень в скандинавских странах, в Израиле, в Англии, в Штатах, да. И надо сказать, что у нас, в принципе, плохая новость, что, в принципе, пациент с этими заболеваниями будет жить всю жизнь, да. Хорошая новость, что действительно в нашем арсенале есть различные препараты, которые, подбирая индивидуально под него, да, способны все это дело сильно подавить, да, и он, в принципе, не будет отличаться от абсолютно здорового человека. Другой вопрос, что зачастую это такой достаточно муторный, сложный процесс и индивидуализированный максимально. Мы не можем сразу сказать всем. Нельзя надеяться, что первый раз вы пациент увидели, и все ему сразу подойдет, да. Многим подходит, но не всем. Второе плюс, большая часть этих, особенно биологических препаратов, например, государство компенсирует, что да, что позитивно уже какое-то время, да. И, соответственно, ну, единственное, там, конечно, есть ограничивающие нас критерии врачей, да. Ну, хорошо, но, тем не менее, суммы тогда не астрономические. Сумм там вообще тогда нет, тогда ноль. Для пациента, я имею в виду. Для пациента, да, да, да. Ну, то есть какие-то минимальные взносы, там, то есть консультации, или не носят стационарные уколы, или что-то, да. Но фактически, да, в государственном случае это тысячи, да, это бы измерялось. И поэтому мы долго страдали, пока вот это все дело не ввели и как-то не разобрались. Да, еще, наверное, я думаю, вы с этим сталкиваетесь. Я думаю, что это проблема, мы уже сказали с самого начала, что вот это длительное нахождение самоизоляции, стресс, вот неизвестность, да, люди начинают рефлекторно больше кушать, да, меньше двигаться. Мы понимаем, все это идет в вес. Ну, потом каждый, хорошо, если он догадается по совету с специалистами, а нет, вот, что сказал сосед, как он худел, что там в книге написано, да. Ну, и потом уже вы работаете с последствиями вот этой странной, так, в кавычках, скажем, диеты, да, вот, что здесь можно вообще людям посоветовать, которые чувствуют, что они реально, особенно те, кто к этому склонны, или после определенного возраста, когда обмен веществ не настолько ли быстрый, как мы знаем, да, как молодого возраста, когда они видят, что они просто набирают вес и уже не могут остановиться, если так можно сказать. Знаете, это, конечно, что-то сродни алкоголизму, попростите за такую параллель, да. Вот что тут вы можете посоветовать, когда нужно начинать беспокоиться, когда нужно обращаться к специалисту? Ну, видите, я, наверное, не соглашусь по поводу молодого возраста и по быстрому метаболизму, а помним, вспомним школы, как дети сидели дома и так далее, и мы видим, что многие дети сейчас действительно стали кругленькими. Да, это да. Это факт, поэтому тут это сильно не спасается, к сожалению, да. Ну, понятно, к сожалению, да, поэтому… Особенно для тех, у кого там генетическая предрасположенность, да, мы понимаем, да. Да, 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 именно поэтому, конечно, нужно понимать, что, в общем-то, эта проблема вообще общемировая, она и без ковида была, да, просто ковид ее сильно подстегнул вперед. Естественно… Постфуд весь еще. Постфуд еще весь, да. Но, видите, как бы у нас немножечко другая история. Если за рубежом фастфуда считается одной из самых дешевых, и самая дешевая еда, поэтому ее едят, у нас это больше так очень эксклюзив, как-то так изначально это подавалось немножко в другом формате. И совсем не самый дешевый. И совсем не самый дешевый, да. Поэтому, если там определенные слои общества, кругленькие, скажем так, да, у нас это по-другому воспринимается. Чуть ли не в ресторане подается самое интересное. Да, да, да. Это тоже надо понимать. Но, в принципе, конечно же, если человек уже, скажем так, среднего возраста и старше, и он чувствует, что начинает округляться, ему нужно сходить обязательно к врачу, ему нужно назначить определенные анализы, проверить сахар, проверить, как работает печень, поджелудочные железа и так далее, так далее. Оценим его, в общем-то, сопутствующие заболевания, потому что у многих людей все-таки еще какие-то параллельные вещи в фоне, и после этого надо будет выбирать. Какая-то специфическая диета, дополнительные физические нагрузки. Опять же, не все физические нагрузки можно так вот всем радостно назначить. Например, все там фанатеют от бега, но бегать надо уметь. Бегом можно травмировать очень сильно суставы, очень сильно можно травмировать позвоночник, длительно бегая, да, и неправильно бегая, да, неправильно выбирая обувь и так далее. То есть это на самом деле очень-очень-очень такая сложная сфера, к которой нужно грамотно, очень и точечно подходить, потому что мы не можем сказать, что вы все сейчас идите либо бегаете, либо идите в спортзал, да, но это тоже не сработает. И мы можем только ухудшить ситуацию. Именно поэтому нужно оценить полностью человека со своими его проблемами и позитивными моментами, и после этого тогда подобрать именно под него максимальный образ жизни, диету и, возможно, какое-то лечение, если уже проблема появилась. Да, ну вот мы знаем даже из фильмов, многие знают, что в больницах проводится, понятно, в особых таких сложных случаях какие-то консилиумы, когда вот словно мозговой штурм, говоря по простым языком, собирается медики и начинает обсуждать какой-то сложный случай, пытаясь найти какое-то оптимальное решение. Насколько это в рамках амбулатории, частной клиники, ВЦА, может, ну, бывают, наверное, какие-то сложные случаи, когда вот здесь, что называется, на перекрестке разных специальностей, нельзя сказать, что это больной, не знаю, гастроэнтерологический или эндокринический, да, и так далее. Есть возможности и консилиум организовать, и зачастую, если человек просто на приеме амбулатор, но он еще и звонит заодно, может быть, коллегам, уточняет, как и что, и так далее. То есть это может быть такой короткий звонок другу, да, либо в рамках действительно специалистов, которые собрались в команде и обсудили конкретный пациент. Вот мы говорили о профилактике, ВИЧ, наверное, вот до пандемии был, я думаю, что и будет, это все, что связано с онкологией. Что касается вот вашей сферы гастроэнтерологии, да, ну, есть какие-то такие вещи уже классические, да, так сказать, как я помню, со своей учебы, там, анацидный гастрит и так далее. Вот что вот вы здесь можно посоветовать вообще, какие есть варианты профилактики, когда вы говорите, вы знаете, но вы все-таки относитесь к этой вот групперистской, условно говоря, надо сделать вам то-то, то-то, последить или генетически как-то бы предрасположено вот у родственников и так далее. Ну, вы сейчас абстрагируетесь от онкологии, я так понимаю, да? Мы сейчас говорим вообще просто про желудочно-хищущий тракт. Да, в том числе с риском каких-то развития онкологических заболеваний. Но вы видите, действительно, если у пациента генетическая наследственность, это если у него родственники, близкие родственники болели онкологическими заболеваниями, особенно желудочно-хищущего тракта, особенно это среди... Уже надо внимательно к этому отнести, да. Ну, это, опять же, какой возраст, да? Если у бабушки, к сожалению, умерла от рака желудка 89 лет, ну, соответственно, скорее всего, это риски небольшие, да? Если, соответственно, это действительно был возраст 40 лет, ну, конечно, риск генетический, как бы мы предполагаем, что он выше, да? Именно поэтому, когда мы первый раз встречаем любого пациента, да, мы выслушиваем ему жалобы и, в общем-то, собираем анамнез. И для этого нам нужно понять, и это входит в определенный еще тоже какой-то спектр вопросов, да, что мы должны обязательно уточнить, чтобы предположить, какие риски возможны. Абсолютно правильно, как мы понимаем, вести здоровый образ жизни в рамках того, что мы не используем никотин, и мы стараемся не использовать алкоголь. Как бы ни говорили о пользе красного вина и все это такое, это такая лирика, знаете, потому что очень сложно тетрировать эту дозу, и как и что, и у кого как пошло. И это очень такой вот очень спорный и опасный путь, я бы сказал бы так, да? Поэтому фактически, конечно, это одни из таких моментов, которые действительно что-то могут уже, модифицируемые, скажем так, факторы. Это, опять же, продукт, который мы используем. Если мы используем копчености, маринады, различные такие, эти самые, скажем так, чем сложно сочетаемый продукт, тем он сложнее будет перевариваться. А вот это такая общая концепция, да? Это общая концепция, да. Единственное, конечно, опять же, если мы говорим про копчености, маринады специфические и так далее, да, они еще дополнительно могут влиять на риск канцерогенизации, да, то есть вот риск развития онкологических заболеваний дополнительно, да. То есть, единственное, в таких случаях, конечно, мы стараемся эти факторы максимально исключить. Ну и помним, что в любом случае людям старше 40-45 лет раз в 5 лет обязательно в рамках скрининга надо проходить, если мы говорим про желудочно-кишечный тракт, это общий анализ крови с какими-то, ну, такими, с минимальными параметрами печени и поджелудочной железы. Это сонография, то есть узи брюшной полости. И это, извиняюсь, вот эти первые 2 пункта, они раз в год должны будут делаться, да? А раз в 5 лет это идёт эндоскопическое обследование, то, что мы говорили, кобра сверху, кобра снизу, да, чтобы точно исключительно на ранней стадии, если вдруг чего-то какая-то бякота подавится, чтобы мы точно обязательно были уверены. Соответственно, если мы смотрим, там всё чисто, красиво, ну, назначаем следующий план победы, там, через 5 лет, через, там, три года, в зависимости от ситуации. Если что-то нашли, соответственно, вмешиваемся, и, возможно, на ранних стадиях можем много чего исправить. Ну, то есть, в принципе, это и есть такой минимум, да, вот, как говорят, когда люди вот чекин или, да, вот делают раз в год, наверное, это должно стать нормой вообще, да? Конечно, 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 конечно. Определить сахар в крови, определить щедовидное железо, как работает, ну, про витамин я уже не говорю, да, то есть, ну, это все такие уже моменты. Вот, наверное, такой последний вопрос, так вот время эфира быстро подходит к концу, вот, говоря вообще, так сказать, о частной медицине, ну, частной сейчас фактически всё, кроме этих государственных клиник, у нас доктораты семейных врачей в какой-то степени тоже самостоятельно работают, ну, только заключенные договора у них, да. Ну, и государственная структура, в общем-то, тоже многие коммерциализировались моменты, так что… Да, в том-то и дело, да. Вот, если вот мы говорим о развитии вот этого сегмента, можно ли сказать, что, в принципе, ну, постепенно и жители Латвии придут к осознанию того, что, ну, здоровье что-то стоит, да, и нужно самим вовремя, когда надо, и вкладываться, если так можно сказать, для того, чтобы предотвратить уже более дорогостоящие, неприятные болезненные лечения и так далее. Простой пример. Мы понимаем, что многие из потенциальных пациентов или вообще клиентов, скажем так, да, они спокойно могут потратить на обед большую сумму, но при этом не пойдут ко врачу. Я к этому хотел сказать, да. Они могут сделать, особенно у женщины, маникюр, педикюр, который стоит достаточно дорого. Поехать в путешествие и не жаловаться, что дорого, да. Да, да, и при этом к врачу сходить дорого. Это не потому, что мы хотим активно всё время только заработать деньги, это не ключевой момент для врача, в общем-то, в целом, да. Одна из важных моментов, чтобы мы действительно не занимались терапией отчаяния, а именно максимально могли либо профилактически составить какой-то план, либо, если мы вмешиваемся, вмешиваемся уже вовремя, да, чтобы действительно и для пациента, их самое интересное, что, в принципе, вмешиваясь вовремя, вкладывая в себя по чуть-чуть, ты в длительной перспективе, во-первых, ты обеспечиваешь себе хотя бы длительную перспективу, и, во-вторых, в принципе, затраты в длительной перспективе будут гораздо ниже, чем если один раз, но за 50 лет и ох. Да. Вот, наверное, я думаю, что это должно, по крайней мере, во многих странах, да, я понимаю, что там нужно говорить о том, что да, понятно, что люди там более состоятельные, устроенные и так далее, но, тем не менее, это стало вообще нормой жизни, да, вот эти обследования в зависимости от возраста, да, это вот скрининги, это вот, кстати, вот те обследования, их не так много, но, тем не менее, которые сейчас даже государство оплачивает, это все можно сделать, я так понимаю, что вы тоже живете в рамках, как можно все, что связано со скринингом, молочной железы у женщин, да, что это происходит, да, то есть этим даже тоже можно пользоваться, даже те моменты, которые бесплатные, а люди не используют, что самое удивительное, да. Да, да, да. Профессор доктора медицины Алексея Деров у нас был в прямом эфире, большое спасибо. Спасибо. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова